Всем привет, ребят! С вами Джейнси и мы продолжаем играть в Rogue Legacy. Значит, сегодня у меня паладин. Паладинов я люблю, потому что у меня Dark Sword. Он разрешает мне вот так вот слэшиться без соответствующей руны. И поэтому мы можем поставить себе все пять рун на понижение урона и попробовать прогуляться с кем-нибудь посражаться. Ага. Первый раз мы так и сделаем, а потом у меня была такая... Нет, давайте даже сейчас мы сделаем такую чушь, что попробуем поиграть на этом уровне сложности, Rogue Legacy, плюс пять, совсем без рун на понижение уровня противника. Я такую чушь делать еще не пробовал, но это на самом деле бессмысленно. Сейчас у меня сколько прыжков? Раз, два, три. Всего три? У меня же две вещи. Ну, в общем, не важно. У меня есть три прыжка и... Погнали. Запомним, у меня ни одной руны на понижение урона противника. Нам, по сути, должно выпадать куча денег, и противники должны быть прям жутко-жутко сильными. Так. Привет, друг. Триста пятый уровень. Ух! Пока все в порядке. Противники пока примитивные. Я не могу сказать, слабее они или сильнее, но они в любом случае примитивные. Ай! Как я мог так напороться по-глупому? Совсем-совсем по-глупому. Ум, сразу деньжата. И еще деньжата. Много-много деньжат. Так-так-так, без шуток. Без шуток, господа! Здорово. И идем дальше. Музычку можем поменять, хотя это, в принципе, бессмысленно. Я думал, что в этих автоматах, ну, начальник-то первый раз начинал играть, что здесь будет именно совсем-совсем другая музыка, которую не должно быть в оригинальной игре. А тут просто замена всяких кастлов и тому подобного всего такого. Ага. Ага. Есть. Я максимум аккуратен в этот раз. Ну, все-таки, хорошо это, конечно. Ух ты, ёпт! Сколько здесь очень-очень сильных мобов, ребят, вы себе представите. Ну, нет, вы можете себе представить, потому что вы это видите. Но я, как всегда, снимаю ролики поздно очень, потому что у меня дела некоторые. С утра сейчас делаем небольшой ремонт и приходится много времени тратить на другие вещи, помимо съемок роликов. Сейчас у меня есть возможность. Раньше у меня не было такого хорошего компьютера, как сейчас, и я не мог именно снимать ролики. О, господи! И просто их выкладывать. А сейчас, в принципе, могу снимать все дела. И играть без понижения урона невозможно. Просто очень сложно. Я даже не понимаю, как можно пройти. У меня было тоже... Ребят писали, мол, пройди игру полностью за одного героя. Я думаю, что это возможно сделать, но нужно... Офигеть. Но нужно для этого обязательно руну на понижение урона. На понижение урона. Потому что 321 уровня противники, которые очень сильно меня коцают, это сложно. Ай, там еще цветочек, что ли, сверху? Конечно, 3 прыжка это хорошо, но ребята против меня уж очень сильные. Так что... Такое. Хорошо. Леди Соня, дракон у нас есть, архимаг, ассасин, майнер. Ну, давайте за Кнейва сыграем. Почему бы и нет? У нас уже в скором времени все будет, но максимум... Ну, пока еще это не так, так что... Так, мы берем себе руны все абсолютно на понижение уровня противников, и это будет здорово, потому что так играть невозможно. Так, все, я сделал все здорово, погнали. Посмотрим, что будет теперь. Сколько боссов? Я убил только первого босса, да? Да, именно так. Какой я медленный без этих рун. Так. Вот это привычные, хорошие мобы-друзья. Мобы-друзья, как же я вас обожаю. Скелетики, которые бросают по одной. Ага, как же это прекрасно и великолепно, когда тебя никто не трогает, и... Все вроде как хорошо. Но это только вроде как, потому что дальше мы пройдем, нам все равно будет тяжело. Так. Раз. У меня один прыжок, да? Ну и ладно, мне, в принципе, хватает. Но должно быть два, почему-то я опять что-то не просчитал. Ну и черт с ним. Мне говорили одеть скайплащ, он дает мне два прыжка. Может, потом мы это и сделаем. Но не сейчас, позже, чуть-чуть позже. Пока мы идем искать Александра, чтобы с ним подружиться. Ну и ладно, что мне, сложно пройти, что ли? Ну, потратить чуть-чуть времени. Так. Здравствуйте, господа. Добрый вечер. Эм, ничего сложного, пока что я не вижу. Здесь все просто довольно, вроде как, вроде как все довольно просто. Но это только вроде как. Опять же. Эй. Сомнительная эта штука, чтобы ходить по шипам или не ходить снежинок, даже и деньги выпадают. Ага, вот здесь вот меня ждет одна весьма хорошая... Да что ж так? Ладно, в общем, я сделаю вот так вот и просто их... Я не могу до них допрыгнуть. Представляете, какая чушь. Давайте мы просто так вот их побьем. И сейчас нам выпадет что-то из дарк вещей. Дарк шлем. Хорошо. Здорово. Так. Так. Ну, ладно, пойдем вперед. Почему бы и нет. 14 тысяч у нас же имеется, но это не очень много. Учитывая то, сколько я зарабатывал за прошлых героев. Ну, не за того паладина, конечно же. За прошлых-прошлых героев. Прошлых-прошлых-прошлых-прошлых. Героев. Так, кыш. Кыш. Какие же все-таки частые криты у меня. Прям слишком частые. Но это хорошо. Жаловаться такому я, конечно же, не буду. Видали как? Мастерски просто. Эвейт года. Сюда тогда зайдем, посмотрим, что будет здесь. Ну, здесь ничего веселого. Так что мы идем в лес искать моего друга, товарища Александра. У нас с ним одно незавершенное дело. Которое неплохо было бы завершить. Куда же мне тогда идти? Ну, я вас понял. Ну, оказывается, мне нужно было идти туда, где я был. Ну, там снизу должен быть проход, в который я должен как-то пролезть сюда. Нет, не сюда. Так. Как вот там вот вниз будет? Перемычка или как это правильно назвать? Я не знаю. Но я не хочу с ними дружить. Так что я иду прямиком вниз. И теперь вот сюда. А, тут я был, представляете? И сюда не зашел. Тут меня ждет сундучок дружественный. Конечно же. У вас будет что покушать, ребят? Нету, да? Совсем ничего. Ну и плевать. У нас есть золото, и это здорово. Так. Не получить урона. Это я могу, это я могу. Спокойно. Эй, я же... Что за фигня? Оно само отжалось. Я ничего не делал. Я, наверное, ударил случайно или что-то вроде этого. Ну, ладно, плевать. Вот и лес. Вот и лес. Но я лучше зайду сюда, потому что здесь меня ждет очень вкусный и сытный окорочочек. Ищем Александра, чтобы с ним подружиться. Подружиться. Александр. Вы где? Александр. Дрон. Нет, дрон это Андрей, да? Александр к дрону не относится. Не прыгать, да? Но это я могу. Так. Вот отсюда где-то. Ига-га-га-га-га-га. Да-да-да-да-да-да. Что-то я не справился. Не справился я. И такое может быть. Ну, редко, конечно. Я обычно справляюсь, но в этот раз я не справился. Никто же не спорит. Эй-эй-эй. Эй-эй-эй. Да что такое, ну? Как же я давно таких белых чистых глазиков-то не видел. Ла-ла-ла. Ла-ла-ла. Ай-яй-яй-яй-яй. Дрр. Что-то со мной никто совсем дружить не хочет. Что за чушь. Так. А что, критануть нельзя по-дружески. Здорово. Еще один у нас сундучок. Ну, 37, 36, 978. Это хорошая сумма, в принципе. Сейчас еще будет больше, потому что у меня здесь есть очень аппетитный сундучок. Да что такое? А-а-а-а, я застрял. Аман-то, Аман-то, заканчивается. Аман-то, Аман-то, заканчивается. Ага, думали, я просто так пропущу мешочек с деньгами, да? Уж нет, не дождетесь. Мы можем вот там вниз сходить. Вот здесь вот вниз сходить. И тут еще есть несколько дружественных мест. Ага, ну давайте, что мне уж... Мне уж нечего терять, давайте мне Соника. А нет, кольцо! Клево-клево, у нас есть кольцо перерождения. То есть я еще не совсем потерял шанс, надежду, я не знаю. Так, тут у меня не будет моего друга Александра. Я просто, ребят, долго его ищу. Если кто его видел, скажите, пожалуйста. Очень важно. Так, деньжата. Такое мы пропустить, конечно же, естественно, не можем. Так, и теперь сюда. Здравствуйте, господа. Здравствуйте. Здравствуйте. Так, вот этого я знаю, как победить. Здравствуй. Вот так вот. Все прекрасно. Прошли на личном скилле. 54 тысячи. Неплохо. Очень даже неплохо, ребят. Так, ну куда нам теперь-то? Куда нам теперь-то? Ну, я даже не знаю. Ага, вот, я понял, где у нас Александр. Подождите, я, похоже, осознал, где у нас будет мистер, мой друг, Александр. Тут как-то такая комната, прям созданная для него. Мы сейчас просто идем все время прямо, и мне кажется, он будет именно там. Просто прямо. 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 И сейчас еще прямо. Надо все ломать в надежде на еду. Вот здесь, да? Нет? Эта же комната была идеальна для Александра. Тогда... Тогда он где-то сверху. Потому что... Да, тогда он где-то сверху. Потому что... Другого для него места... Эй. Ну, у меня есть еще кольцо, так что хрен вам. Всем. Офигеть. Александр, ну прекрати это все. У меня больше нет маны. Да, есть. Спаситель Александр. Ну, не знаю, с таким ли количеством здоровья в Сагуле я его убить. Ну, посмотрим, ладно. Громко. Очень громко. Александр. Здравствуйте. Что-то, что-то как-то... А, нет, мы, в принципе, неплохо его бьем. Там-пам-пам. Там-пам. Он меня даже, по-моему, ни разу не ударил. Вот это здорово. Вот это истинная... Чистейшая победа над Александром. Без никаких напряг. Сейчас боссов так просто убивают. Сложнее... В разы сложнее убивать их... В разы сложнее до них дойти. Сила-сила и максимальный вес. Здорово. 76 тысяч мы уже имеем, и это довольно приличные деньги. Очень даже довольно приличные деньги. Ломай, ломай, круши. Так, тихо. Эй, да что ты умер, чертов. Еще с одного удара не сдох. А-а-а! Ладно, ладно. Я сверх сосредоточен. Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Я не знаю. Лэри Хенриетта, девятое. Что же за такое-то, а? Хорошо. Лич Кинг. Кнейв опять. И Барбариан Квин. Эндоморф. Эндоморф. Не хочу их всех. Не хочу. Спелсворд с топором. И энергетичный Кнейв. Ну, давайте. Почему бы и нет? Опять за Кнейва. Я не против. Мы можем взять себе шлем. Возьмем себе Даркшлем. Почему бы и нет? Но у нас не хватает веса, чтобы его одеть. Для этого, знаете, что мы сделаем? Очень неожиданную вещь. Мы выучим вес. Неожиданно, правда? И все равно мы не можем... А, ну еще мне нужно аж 35 веса. Ну, давайте все вкачнем вес. Почему бы и нет? Теперь я смогу его одеть? Я уверен, что смогу. Так что не надо мне здесь рассказывать. Есть. Теперь у нас еще есть Даркшлем. Сколько у нас прыжков? Два прыжка. Ну, в принципе, все правильно. Меч дает нам дэшить в одну и в другую сторону. Все в порядке. Дарксет. Все здорово. Все великолепно, прекрасно, клево, здорово. Не знаю я. Пойдем. Пойдем, пойдем искать... Кого нам нужно? Нам нужно искать Понци де Леона. Если мы его найдем, то будет здорово. Пообщаемся с ним, так сказать. Я слышал, ну, рассказывали, ходили слухи, что он живет где-то в башне. Я в этом, конечно, не уверен, но... Есть шанс. Есть шанс, ребят. Что, я буду вас обманывать, что ли? Японца дерево, но он, скорее всего, где-то в башне проживает. Какой, смотрите, какой маленький друг. А, это мой маленький воображаемый друг. Я уже думал, я этих монстров, таких вот прям карлических, сто лет не видел, действительно. Дружище, летай за мной. У меня есть друг. У меня в Роглеексе появился друг. Он со мной в другую локацию перейдет? Нет? Если нет, то это не здорово, потому что я хочу себе друга в другой локации. Но здесь у меня нет друга. Так, там у меня наверху лежит очень здоровский путь. Так, а, все равно задел. Да, там большой был шанс, что он у меня заденет. Да что ж ты? Будь здоров, Блейз. Блейз. Ну да вот. Да что ж такое? Умрите все, демоны. Ну да, и друзей своих заберите. Я зол. Я становлюсь злее. Кыш, 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 кыш. Ладно, идем дальше, вперед. Вот и башня, где живет, собственно, по слухам, я-то сам не могу это твердить, здесь живет Понц. Ну-ка давай. Давай-давай-давай, деремся, деремся. Маленькая коняшка, это по-любому мой воображаемый друг. Привет. А можно мне покататься? Нельзя. Ну и ладно. Ай, я испугался, черт побери. Фух. Винни-пух. Ага, вот так, да ты хочешь со мной? Да ну всех, плохие вы ребята. Я думаю, мы друзья, а вы вон как со мной. Так, ну тогда здесь искать кого-нибудь. Нет никого. Ну и ладно. Три крита подряд, это здорово. Вот и Понц, собственно. Сейчас мы его одолеем. Это несложно. Так что все в порядке. Сегодня, думаю, дойдем, дорогой Лексик. Плюс шесть. Эй, я хотел забрать окорочок. Черт подери. Громко. Громко, 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 громко. Да вот так, получи, получи. Мне уже лень. Хотя нет, мне не лень. Я могу с этим справиться. Я могу преодолевать его. Вот эти вот штучки. Чем бы мне. Ай. Ай-яй-яй. Дружище. Ну, понятно, что я его выиграю, но я что-то недоволен собой. Я нанес себе слишком много повреждений. Он садили, он повержен, он. Тарам-пам-пам-пам-пам-пам. Сейчас мы отправимся прямиком в ад ради Херодотуса. Что мы получаем? Вес, интеллект и здоровечко. Мы отправляемся теперь прямиком в ад. Угу. Чтобы одолеть кого? Одолеть Херодотуса. Так. Для этого мы воспользуемся магией телепорта, телепортацией, и будем искать Херодотуса. Так, может здесь меня ждет окорочок. О, да. И здесь тоже нет. Ну и ладно. Так, что-то мне подсказывает, что здесь у меня не будет друга Херодотуса. Может и будет. Кстати, очень хорошая способность против Херодотуса у меня. Действительно хорошая. Вот эти вот булавы, можно их набросать прям слишком много, и тогда все будет в порядке у нас. Так, мы просто ищем Херодотуса. Сундучок добрый? Добрый. Просто бывают злые сундучки. Это не шутка. Злые сундучки это совсем не шутка, ребят. Это вообще не смешно, я бы вам даже так сказал. Так, может здесь молодой, юный Херодотус. Хотя он не особо юный, все-таки один из самых сложных боссов. Так, это мы забирать не будем, это нам не нужно. Мы пойдем так. Тут меня ничего не ждет. Так, к черту идите все. И друзей своих нет. С лизнями я сражаться не хочу. Потому что я люблю слизни, они клевые. Так, так, все в порядке. Ниндзя, все в порядке. Розовый дух, все в порядке. Все в порядке. Я контролирую. Все. Так, ну-ка давай, это все на что ты способен. А ты что, ходишь тут? Ладно, теперь у нас есть два пути. Давай-давай, за четыре удара ни одного критического. Что за чушь? Так я не привык делать. Так дела не делаются. Так, что мы можем? А, это наш воображаемый друг. Привет. Я давно таких маленьких воображаемых друзей не видел. Так, ну вот такое я проходил уже не один раз. Так что я это все не боюсь. Почти. Да-да, мы ждем наверху Херодоса. Если он тут будет, будет великолепно. Опять два прохода. Вы что, серьезно что ли? Ну ладно. Уничтожить всех противников. Но мои противники понятненько. Все мне ясно стало теперь. Ну тогда давайте искать здесь Херодоса. Он же где-то должен быть. Слишком много путей в этой злой, злой комнате. Это самый нижний уровень ада. Там уже дальше просто места нет. Насколько я понимаю. Но куда? Тогда наверх. Херодос, ты наверху? Давай честно. Пожалуйста, будь наверху. Нет, нету. О, еще и пустая комната. Ой, да к черту это все. Так. Эк. Давай, давай, умри ты и все твои друзья. Так, как-то это жестоко, правда? Так, что у меня здесь есть? Я могу отправиться наверх. И там у меня есть вроде как еще одна комната, в которой у меня должны быть друзья. Вот это вот именно комната. О ней я вам и говорю. Да. Здравствуй, Херодос. Я надеюсь, ты скучал по мне, мой юный друг. Хотя он не особо-то и юный. МП мы получили. Здорово. Кап, 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 кап. Херодос. Собственные персоны. Так, мы делаем вот такую вот чушь. Много вот такой вот чуши. Прям очень много. А, да. В этой, вроде как, непревзойденной стратегии есть один маленький, совсем просто мизерный нюанс. У персонажа в Rogue Legacy есть такая штучка, как мана. И она очень редко, но может заканчиваться. Но, благо, есть такие вот бутылочки восстановления этой жидкости, которые мне помогают в сложное время, я не знаю. Да давай, сдохни, сдохни, сдохни. Здорово. Здорово, я уже заикаться начал. Да чёрт с вами всеми. Я за этого героя ещё последнего босса убью. Думаете, нет? Посмотрим. Давай, последний слизень. О, ты силён. Ты очень силён и хитёр. Ты готов сражаться? Так, это очень сильный противник. Вы вот шутки шутками, но от этого слизенья я вывезь больше всех. Ну-ка, давай. Ага, вернулся и убил. Как я могу-то? Справился, справился, и я молодец. Это воображаемая скала, вы не думайте. Берём всё, что здесь есть. Нам дали много интеллекта. Магического интеллекта. Магического урона. И это здорово. Так, я, похоже, не туда телепортировался, или всё-таки туда? Туда-туда. Открывайся, дверь. Глаз рожатся. Пойдёмте. Я готов побеждать. Да спокойно, я готов тебя победить. Сильный противник, что ли? Запросто. Ну, это что, всё на что ты способен? Ну и что? И что? И что? Ну да, ну силён ты. Ну я-то сильнее, ну. Хе-хе-хе-хе. Да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да. Смешно тебе, да? Смеёшься надо мной, да? Ну, посмотрим, кто будет смеяться последним. Ага, вот так ты, да, умеешь? А я вот так, а я вот так, а я вот так, а я вот так. А вот так, оп. Ударишь меня? Да не сможешь ты. Ну и что это такое? Я тебе расскажу один маленький секрет. Раз, 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 раз. Ну и что это? А тут вот в краю можно встать. Не знал, что ли? Оп. Ни разу меня не ударил, потому что я кто? Ну, скажите мне, давайте на ушко. Я слушаю, потому что я победитель. Запомните, вы говорите в присутствии победителя. Вы говорите в присутствии того, кто победил. Леди Хенриетта. В этот раз вин, вин, вин. Сто двадцать... Сто тридцать восемь тысяч. Слушайте, это очень много. Сейчас будем соревать... Но мы пропустим это. Там я, да, много всех убил, все дела. И сейчас мы смотрим заставку. Так что в это время я говорю что-нибудь очень такое взбадривающее. Нет, я не говорю ничего взбадривающее в это время. Прошло уже довольно много времени. Сейчас уже поздно. Я понемножку хочу спать. Сейчас поставлю на монтировку. Поставлю на... Заливку ролика. С утра его открою. Все будут счастливы и довольны. Я буду счастлив и доволен. Пам-пам-пам-пам. А я, на самом деле, на этом бы уже заканчивал. Я на этом и закончу. Но я перед этим посмотрю, сколько денег я буду выбивать с монстров. И сколько я смогу всего улучшить на... Сколько там у меня? 130 тысяч. Глянем. Если я... Может, я все вообще улучшу. Я же говорил, что я не буду играть там в Друг Легаси 45. Потому что потом это становится бессмысленно. Я хочу все улучшить. Пройти еще раз саму Рог Легаси и на этом закончить, ребят. Потому что это перебор играть. В нее можно играть бесконечно. Вы это прекрасно понимаете. Все игры рано или поздно надоедают. Пока еще нет. Пока еще я хочу все улучшить. А дальше, собственно, посмотрим. Спасибо за игру. 36 минут. Я молодец. Погнали. Друг Легаси плюс 6. Плюс 6. Так, на максимум вес. На максимум защиту. Нет, не хватает двоечки. Можно ману на единичку взять. Ну, я почти все уже прокачал. Тут реально немного осталось. Глянь, сколько мне денежек, деньжа, деньжищ выпадает с противников. Посмотрим. Ну, или не с противников, просто. Бас, давай мне монетку. Оп. 45 должно быть больше. Ну ладно, ребят, на этом мы заканчиваем. Всем спасибо за просмотр. С вами был Джейн Си. Если вам понравилось видео, ставьте большой палец вверх. Пока, ребятишки. Люблю вас всех. И удачи.